Девушки отдыхают 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 мы должны разогреть духовку и духовку мы поставим с вами на 200 градусов но вы можете поставить и без вентиляции единственное что сразу говорю что нельзя открывать дверцу фары этого не любят у нас есть? да, мы будем мы начинаем, как обычно, мы уже с вами добавим луку мы с вами добавляем муку а затем добавляем сахар Меланжем все это, так как мы перемешиваем все это все, мы перемешиваем это все уже. Мы делаем маленький пыль, вы знаете, мы обычно в патисцерии или в кухне, мы делаем маленький пыль вот так. Обычно в кондитерских делают вот такое углубление, и потом мы добавляем их, так как? Ну, маленькая штука, мы делаем овощ по овощу, то есть мы добавляем наши яйца. Все внимательные, со скорлупками, и мы размешиваем это яйцо, то есть не все сразу же выкладываем, а все поочередно. Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня у нас не запланированный эфир и готовим мы фар бретон, традиционный бретонский десерт. Вообще, в основной своей массе его больше бретонцы готовят именно весной или летом, потому что очень просто весной и летом найти свежие яйца, было раньше, во всяком случае, и, конечно же, молоко. И все хозяйки делали вот этот вот бретонский пирог. Кстати, кто не любит чернослив, чернослив, в принципе, можно заменить изюмом. Видите, каждое яйцо мы добавляем поочередно и размешиваем. То есть, действительно, нам нужно, чтобы все хорошо перемешалось. Когда мы ездим в туры в Британь, на запад Франции, есть в моем любимом городке, который называют город Корсаров. Это Сан-Мало, там есть одна кондитерская, которая готовит лучшие, я считаю, лучшие в Британии фар бретон, квиноманы. И я не обхожу стороной эту кондитерскую, всегда там очередь. Наша диета уже закончилась. Мы, в принципе, практически две недели соблюдали режим. Мы думали, что для суббота, чтобы сделать небольшой десерт, это очень даже симпатично. Мы с вами давно не видели, если Доминик саскучился. А вы по нам саскучились? Доминик спрашивает. Я хотела быть артист, чтобы сделать мой номер. Я хотела быть танец. Хорошо, это хорошо. Теперь мы добавим. Видите, как это выглядит? Да, это хорошо. Посмотрите, сколько крови. Хорошо, это хорошо, это хорошо. Я счастлива. Мы очень рады вашим сердцем. Спасибо. Мы обязательно вернемся. Мы обязательно вернемся. Теперь мы добавляем с сахаром ванильный сахар. Сахаром ванильный. Хорошо. 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 Я очень рада, что у меня муж любит готовить. Вообще, я вчера делала голубцы. И теперь мы добавляем лето. Я его пола была в русской кухне. Мы добавляем лето. Что я буду делать, это я буду добавлять немного биржа. Хорошо? Вот. Я добавляю биржа. Это это небольшая посадка. Мы не можем добавлять биржа. Немножко он хочет добавить растопленного масла. Вообще, в традиционном рецепте масло, скажем так, не кладется. Но он хочет это сделать. Это как бы его личная фишка. Британия – это регион именно масла. Да, 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 да. Да, да. Сель тоже. Какое? Сель. 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 Устрицы, сель. Сель. Мори продукты. Хорошо. Вот. Сель. Сель. Да, мы растапливаем масло и начинаем вливать. Я не знаю, если вы знаете, что каждый раз вы бросаете лето, это делает геклетт, и она вставляет везде. Ну, я придумал лето, чтобы не вставлять везде. Вы точно знаете, да? Так вот. Я вам покажу. Лето, если у вас вот такие вот упаковки молока, для того, чтобы оно не разливалось всюду, он делает его немного... Он вставляет его в другую сторону. То есть он его наливает с другой стороны. Таким образом, лето вверх и вверх, и это не будет геклетт. Вы видите? Парфейт. Я занимаюсь об этом, потому что, по-другому, я думаю, что он будет вверх. Я думаю, что он будет вверх. Потому что я добавляю его вверх. Хорошо? Вот. Вот. Ну, я продолжу. Я добавляю мой лето, вверх и вверх. Хорошо? Немного, да. То есть, потихоньку, вливаем у нас лето молока, мы должны его влить в нашу смесь, и все это перемешивается. Вот. Вот. Вы можете взять фуэ, если вы хотите. Вы можете взять фуэ. Можно взять фуэ, если вы хотите. уrian. Здравствуйте, как дедушка. Ура! Здравствуйте, моя дядь! Ура! 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 Для этого надо... гell otomino . Здравствуйте! лучше либо от руки лучше все делать это же все таки мы с вами не там не супер какой-то там тесто взбиваем оси порси персона она ориентировалась на этот рецепт на 6 человек литр мы с вами залили все очень хорошо размешали это фарбретон традиционный пирог бретонский и и выливаем растопленное масло масло мы брали полу соленая и теперь очень хорошо перемешиваем все а лорвай и рожут и мотно у тивер до ром parce que чуть-чуть мы добавляем с вами рома наше решение у и биансю висер не водку и минероб нужно либо не века века окей не паспортно нет ни пачку масса сэкомбия грамм тюсуафе лебер лебер уже дюметов 50 грамм в масле птиц вера до роман вот это небольшой лунку и тучу так вот и вот и сажали верно окей вот да ведь мы не во внутрь мы туда пока все понятно все легко и просто надеться а и нам нужно будет еще добавить чернослив теперь он возьмет масло и смажет им форму мы уже практически у нас 200 градусов лида прогрелась почему добавляем в наше блюдо именно соленое масло да то есть там пол соленая потому что действительно у него должен быть вот корочка она прям вот будет немножко солоноватым привкусом да то есть это дает изюминку этому десерту это уже обычное масло это будет помогать на перемолвании да и мы смазываем с вами форму а да это будет помогать на перемолвании да вот Теперь мы с вами будем ловить наш чернослим. Мы их уже очистили от косточков. У нас просто именно с косточками был чернослив дома. Вы можете оставить ее на 1 час, если хотите. В принципе, что касательно нашего жидкого теста. Некоторые оставляют на час его отдохнуть. Мы, в принципе, будем готовить так. Я показываю, что есть. Нет, нет, нет. Как отличие от обычного чернослива от чернослива, который был замочен. Видите, насколько он увеличился в размере. Вообще ориентировочно 100 грамм чернослива нужно. Мы не особые любители чернослива. Кто-то больше кладет, кто-то меньше. В принципе, где-то 12 штучек. Это можно сохранить. Это можно сохранить. Потому что есть ром, чернослив, вода. Это очень хорошо для того, чтобы у кого проблемы сходить в туалет. Теперь мы с вами заливаем наше тесто. Так как вам нужно сделать много. Ребята, нужно достаточно большое. Посмотрите. Потому что у нас он еще и поднимется. Имейте в виду. И теперь мы выкладываем блюдо чернослив Почему Доминик не сначала выложил в блюдо чернослив, а именно сначала залил тесто, а потом уже выкладывает чернослив Потому что иначе чернослив весь вообще будет внизу блюдо Я не слышал блюдо, который сделал бип-бип, но я думаю, что он должен крутиться Да, это уже бип-бип Да То есть у нас уже с вами духовка все прогрелась до 200 градусов И мы его сейчас поставим с вами готовиться Да, но мы духовку с вами не открываем ни в коем случае То есть если вы видите, что он начинает там подгорать, вы просто убавьте немножко огонь И сколько мы будем делать? 30-35 минут 30-35 минут Он должен стоять у нас в духовке Д'accord И апрельнулись И апрельнулись И апрельнулись После этого мы с вами выключаем духовку, но не открываем ее Вот 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 Окей Мы его ставим в духовке И мы его оставим в духовке еще, скажем так, отдыхать И надо остаться 30 минут После этого мы его оставим еще 30 минут Да 30 минут нужно будет оставить его отдыхать в духовке То есть 30-35 минут он готовится у нас в духовке при 200 градусах Ни в коем случае не открываем дверцу После этого мы с вами выключаем духовку и оставляем еще на 30 минут отдыхать его в духовке Ну и... Как мы можем это использовать? Как мы можем это использовать? Да, это легко После этого он будет холодным То есть все горячим в принципе его особо не едят Его нужно охладить Мы можем ее подчать Ну и мы его... Мы можем использовать его в духовке Сидр? Сидр? Сидр 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 нормальный, сидр бротон Как это фар бретон, мы берем сидор бретон. В принципе, как только он будет готов, мы его режем на части и подаем его обычно с сидором. Сидор бретонский, сидор нормандский, какой есть. У нас, пожалуйста, брюд. Сидор брюд, артизанал. Вот, просто. И, так сказать, это... Я не знаю. Норманд или бретон? Да, это норманд. Это бретон, правда. Это бретон. Отлично. Окей. Это действительно очень легкий рецепт. Это кот дар мор. Так, я сейчас переключусь. Это действительно очень легкий рецепт. Я не предпочитал что-то раньше. Если у вас нет прюно, вы можете взять рецепт? Да. То, что я уже говорила, что если вы не любите чернослив или у вас, например, не оказался сейчас дома, а вы хотите приготовить с нами, вы можете взять изюм. То есть, в принципе, то же самое. Да, но замочите его тоже частично ром, частично вода. Вот. То есть, это уже не фар бретон точно. И там немножко другая... Да. Да. Это очень похоже на бретонский фар, но все равно немножко... Да. 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 Вот. Женщиной нужно. Женщиной можете заменить француза. Хорошо. Хорошо. Что я хочу сказать? Это сегодня? Ты помнишь, что сегодня... Да. Да. Кстати, завтра в 12 часов по Москве мы готовим с вами курицу по-баскски. Тоже очень легко и просто делать. Я думаю, что вам понравится и пальчики оближешь. Ну, а мы ждем приготовления нашего фар бретона и обязательно выложим его на видео. Я выложу сейчас, сохраню также видео этого IGTV. Ну, и вы, конечно же, готовьте по нашим рецептам, по рецептам Доминика. Отмечайте меня, я буду выкладывать их в сторис. Вы не представляете, как радуется Доминик, когда он видит, что вы готовите по его рецептам. Это просто, ну, я не знаю, виск, я не знаю, там, он прыгает, как ребенок. И настолько вообще это эмоции просто неподдельные. Так что спасибо вам большое, что вы были с нами. Спасибо большое. Мы с вами прощаемся на сегодня. И будем вас ждать завтра. Олит. В общем, до завтра, хорошего вам дня, прекрасного вечера. И до новых встреч. До встречи. Безу-безу. Пока-пока.